Так что же лучше? Вот такое кукри-мачете или топор? Давай разбираться! Всем привет, друзья! С вами канал Альпачино и сегодня мы с вами рассмотрим вот такое интересное кукри-мачете от фирмы Ганза. А вернее, как я понял, фирма Ганза создала свое подразделение. Оно называется Фирубирт. И посмотрим, что же все-таки лучше. Вот такое будет кукри-мачете или топорик от Ганза, который у меня есть в наличии. И давайте я вам сначала расскажу и покажу, что же поставляется в комплекте с таким вот кукри-мачете. Значит, как мы видим, есть пояс. Вернее, это у нас плечевой пояс. Можно накинуть через плечо и как вам будет удобно. А также есть вот такие вот лямки. Далее я покажу, чтобы закреплять именно на ногу. Потом у нас в комплекте идет вот такой карманчик. В карманчике у нас находится точилка и огнива. Вот наша точилочка в пакетике. И огнива с специальным таким камешком, чтобы чиркать, чтобы можно было распалить костер. Но этот кармашек можно отсоединить. Сзади вот есть на липучке велкро. Вот таким вот приспособлением. И с задней части он может отцепиться. И вы кукри-мачете можете носить в кабуре вот такой без этого карманчика. Но я же его вот так раз приклеил сзади на липучку. И оно все хорошо носится. Мачете на вот таких вот застежках, чтобы оно не выпало у вас. Вот вы отстегнули, аккуратно потянули вверх и вынули. И вот такой у нас красавчик. То есть вы, это кукри-мачете от Ганза, от подразделения Ганза, можете носить с собой в походы вместо топора. Потому что топор не всегда нужен. Топором нужно рубить дрова. Если у вас местность, где куча больших деревьев, и вам нужно рубить, конечно, вам такой кукри-мачете не пригодится. А вот если у вас местность типа степи, как у меня, где нужно рубить какие-то мелкие ветки, то вот такой штукой они все будут идеально рубиться. Что же касается у нас топора. Топор у нас поставляется, он у меня уже был на обзоре летом. Топор у нас поставляется вот в таком вот чехле, который можно закрепить вот таким вот способом на пояс. Или носить его в руках вот таким вот макаром. Топор у нас это орудие для рубки дров, не для рубки камыша и каких-то веток. Ну, ветки тоже можно, конечно, рубить, но намного будет удобнее рубить вот мачете. Далее я вам покажу, и будем мы порубим ветки. Говорю сразу, ветки будем рубить сухие. Не пишите в комментариях, что я вырубаю деревья. Я или буду рубить или сухие ветки, или какие-то кустарники, которые типа нафиг никому не нужны. Если же сравнивать зону поражения топора, например, и кукри-мачете, вот увидим, что у топора зона рубки очень маленькая. Хотя у него обух тяжелый и удар приходится сильнее, но этот удар эффективен для рубки именно дерева, а не кустарника, камыша и веток. А если брать кукри-мачете, то смотрите, рубка его, область рубки намного больше. Вот она начинается отсюда и отсюда. Также кукри-мачете очень офигенно, очень легко резать что-то. Например, он может быть небольшой заменой для ножа. Понятно, что он нож кухонный там или в походе обычный серьезный нож не заменит. Но все же таким мачете намного легче что-то порезать, чем топором, ребят. В принципе, логично. Главной особенностью мачете является то, что у него рабочая зона рубки, вот эта, еще раз повторюсь, и нам намного легче держать само мачете, потому что оно отцентровано посередине. Вот смотрите. Порезал палец. Вот, оно отцентровано посередине. И когда вы делаете замах, то есть оно у вас очень легкое, и вы замах делаете сильный, эффективный. И при рубке какой-то ветки или дерева вся сила удара, то есть амплитуда удара как раз и будет посередине вот этого закругления. И ваш удар будет намного эффективнее. Топором же тоже эффективно, но у него зона поражения совсем другая. То есть, что топор, что кукри-мачете, они очень эффективны, но они немного для разных работ рубки, скажем так. Это рубить дерево в основном, это рубить кустарники, ветки, камыши и тому подобное. Ручка у нас выполнена, я так понимаю, из накладки G10. Она прорезиненная и очень хорошо держится вот в руке. Оно вообще не скользит. Ну, прям хорошая такая резина. Ладно, неплохо. Есть также отверстие под темляк. Ну, жаль, самого темляка-то нету. Штука, как темляк, очень годная и очень нужная в таких инструментах. Но тут что-то, не знаю, не положили. Так, я вот прицепил нашу кобуру на пояс. Ну, и давайте порубим наши деревья. Ну, такие вот веточки рубит вообще очень легко. Вот так вот. То есть вообще. А теперь давайте посмотрим на топорик. Как у нас будет топорик рубить. Как видим, топором немного тяжелее рубить, потому что нужно вкладываться в сам замах. И топор немного сам тяжелее по своему весу. Так, так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кукри в принципе тоже справился не сильно, намного дольше Но по ощущениям кукри работать легче Именно легче Ну я еще не идеально конечно умею им работать Если вы специализируетесь на походах, то вы можете лучше рубить чем я И еще раз топорик Так, а что же у нас касается веток, ну вот вам и веточки маленькие Кукри нож, кукри мачете Рубит вообще очень легко все это дело Вот буквально хороших два удара И он такую ветку перерубает Попробуем на этой ветке Таких сейчас прям хорошеньких ударчиков нанесу Три-четыре хороших таких удара плотных В стоячем так сказать положении Потому что я полусогнутый И мне немножко неудобно Что же у нас касается топора Насчет таких веток От Ганза Он рубит в два раза быстрее И затратить усилий нужно в два раза меньше Но он немножко тяжелее чем кукри Три-четыре хороших ударчиков А помните, я вам показывал точильную систему Атлантский? Вот мне крепление пришло для нее Чтобы было удобно затачивать Прикрепляется оно шурупами к рабочему месту И служит надежной опорой для зажима Вот как происходит заточка Очень полезная точилка для дома и не только Если вы не видели видео с точилкой То ссылку я оставлю в описании Ролик получился интересным Вам точно понравится Если вам понравился сегодняшний обзор И сравнение этих двух красавчиков Обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на канал А также пишите в комментариях Как вы думаете, что нужнее? Вот такой вот кукри-мачате Или все же обычный топорик? Хотя у меня такое мнение, что и то нужно, и то нужно Просто топорик под одни немного условия Больше рубить деревья А вот такой кукри-мачате Под мелкие тонкие ветки в походе Потому что он легче, чем топорик Он удобнее, чем топорик И вообще он многофункциональнее, чем топорик Хотя топорик тоже неплохо Спасибо вам за сегодняшний просмотр Подписывайтесь на канал, еще раз напомню И пишите в комментариях обязательно Что вы думаете? Всем спасибо! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok